Вокруг, если есть, видим какого-то человека, да, просим ему его помощь, не для того, чтобы он пришел к нам, а чтобы он позвонил на державные службы на случайной ситуации. Если мы никого не видим, и мы устали уже там ждать, то мы тогда идем на риск, берем телефон, практически все сейчас имеют мобильный телефон, и звоним. Почему мы идем на риск? Потому что мы, помните, я сказал, есть некоторые боеприпасы, которые могут срабатывать, когда мы будем использовать радиостанцию или мобильный телефон, вот поэтому мы идем на риск. Что делаем с козой? Оставляем. Нет, ты, ты, ты. Вместо козой может быть любое животное, домашнее животное. Держим ее при себе. Почему? А, чтобы пришли движения. Правильно вы говорите, потому что мы не знаем, что там. А если вдруг там какая-то растяжка или что-нибудь другое, мы не знаем, какое будет сила от взрывной волны. Мы не знаем, какая цепная реакция будет. Поэтому животное держим при себе. Самый тяжелый сценарий, который в случае, когда мы на дороге видим на минном поле человек, который пострадал уже от того, что он не знал. Или, не знаю, под каким причинам, не соблюдал меры безопасности. Опять останавливаемся, успокоимся, глядем вокруг, понимать, что там случилось. Ни в коем случае не заходим на минное поле, то есть не приближаемся к пострадавшему. Немедленно звоним к кому? 101. Державная служба на случайной ситуации Украины. После этого звоним к кому? Скорой помощи. 103. Сперва помните. Державная служба на случайной ситуации. И только после этого мы звоним к скорой помощи. Скорая помощь, если придет, он никак не поможет того пострадавшего без МЧС. И до их прихода мы поддерживаем человеку разговором на тот вопрос, который может быть у некоторых из вас есть. А что делать, если там мой близкий человек? Я вам скажу, что делать. Если в таком случае у него есть шансы, хоть 50% выше, если вы зайдете там и не дай бог вы ляжете рядом с ним, потому что я вам говорил, где одна мина, их там очень много. То тогда у вас будет 50%, а у него уже близко к нулю. На следующий вопрос, который может быть вас мучает или есть. А что бы вы сделали, скажу честно, не знаю. Не знаю. Все равно в таких ситуациях много о них вспомнишь. Знаете, как паника охватывает. В таких ситуациях надо думать. Поэтому всегда мы говорим. Остановился и успокоился. Поэтому надо принимать решения с их холодной головой, если я могу так выразиться. Так выглядят саперы с нашей организацией, которая работает на территории Украины. Прошу, если вы видите их, что они работают там, в поле, ни в коем случае не подходите к ним. Там опасно. И с вашим поведением вы им только мешаете, ставите вашу жизнь под угрозу и ихнюю тоже. Угостите их холодной водой, потому что на улице плюс 40 и они работают в бронежилетке и в каске. Или сказать спасибо. Не надо. Если вы их видите на главную дорогу, где они отдыхают, тогда можно к ним подойти и сказать все, что вы хотите. А когда они работают, нельзя. Это все, что примерно, что они используют подручные средства для маркировки. Что значит это? Кто знает? Да и кто не знает. Они знают. Все это опасно. Не надо там заходить. Или, как был случай между Лугаской и Танецкой областью, они работали целый день. Ставили вот эти колышки. На следующий день пришли, ни одного колышка не было. Слава Богу, что там пострадавших не было. Слава Богу. Ну, в хозяйстве все пригодится. Ну, тот человек поставил свою жизнь под угрозу. Но, плюс к этому с его поведением. Он затруднил работу сапером. Потому что то, что они вчера работали, ставили колышки, сегодня они начали опять заново. Или собрать такие камышки, потому что они очень крашеные, да? И сделать клумбу возле дома нельзя. Там опасно. Самое главное сообщение. Если вы видели минный боеприпас, не трогать, не подходить. Позвоните по номеру 101. Державная служба на звучание ситуации. От себя лично я вам добавлю. Если вы не оставили тот предмет там, то тогда не трогайте. Вы богаче не будете. Зато будете целее. Вы и ваши родственники, и ваши семья. Не надо. Если вы там не оставили, то не надо его трогать. Мы оставили уже больше. Заедем марсу. Здесь есть номер телефона. Это номер телефона. Горячий линия помощи пострадавшего от взрывоопасных предметов. Он очень важен. Почему? Сейчас мои коллеги вам раздадут маленькие буклеты, и он есть там. Закон Украины поменялся, если я не ошибаюсь, где-то полтора года назад, где врачи обязаны ставить диагноз, что человек пострадал от взрывоопасных предметов. Если вы знаете таких людей, которые пострадали, и они не получили никакой помощи, и он нуждается в помощь, то он может обратиться по этому номеру, кто-нибудь в телефон, и посоветуют или скажут, где он может обратиться для помощи. Есть многие международные организации, для правительственной организации, которые оказывают помощь таких людям. Поэтому, если вы знаете кого-то, то можете обратиться по этому номеру в телефон. Вот этот QR-код, вы входите на сайт СтопМина, проходите примерно тот же самый курс, но там, что интересно, что он тоже по разным возрастных категориям. То есть, есть для детей, есть для подростков, которые очень любопытные. И они все знают, и старших не слушают, потому что они думают, что они все знают. И для взрослых. Он есть на русском. Вам выдают для того, чтобы вы можете показать, что я уже прошел это обучение. Но как меня спросили, и что еще он тебе дает? Больше ничего. Знания. Знания. Спасибо. Следующий QR-код, это для того, чтобы вы с инструктором сделали то же самое, что мы сегодня сделали онлайн. Там чуть-чуть потяжелее. Там только на украинском языке, и ты должен выбрать дату, которая есть свободная, и время. И сделать это через интернет, используя разные программы. датский совет по делам беженцев. Спасибо большое. Спасибо вам. Очень важно. И как мой коллега говорит, дар всегда. Товар уже сам скажет. Спасибо вам огромное. Вы очень прекрасная публика. Спасибо вам. Продолжение следует...